Всем доброе утро! Сегодня я хочу сделать домашнюю лапшу. Давно уже не делала домашнюю лапшу, хочу сегодня приготовить. И для этого мне понадобится, ну, мисочка, в которой я буду месить тесто, пару яиц, пол ложки соли и 1 столовая ложка водки. Видела такой рецепт, хочу попробовать. Ну и, конечно же, мука мне понадобится. Муки вот здесь вот у меня 200 грамм. Возможно, чуть побольше уйдет муки. Буду смотреть. Для начала разбиваю яйца. Добавляю сюда пол ложки соли. Хорошенько их размешиваю. Добавляю 1 столовую ложку водки. И дальше остается добавлять только муки. Размешаю хорошо. Кому чем удобно, тем и мешайте. Кому-то венчиком удобно, кому-то вилкой удобно. Муку добавлять буду частями, чтобы хорошо все промешивалось. Яйца домашние, желтенькие, красивые. Курочкам всего хватает. В это лето много травы было. Сейчас уже на зимние квартиры, можно сказать, мы их оформляем. Сначала буду вымешивать тесто в миске, а потом уже на столе. Оставшуюся муку высыпаю на стол. И буду на столе вымешивать тесто. Вот так оно сейчас у меня выглядит. Выложила тесто, и то, что оставалось в миске, тоже сюда добавляю. И теперь буду вымешивать на столе. Сначала очень липкое тесто. Будем подсыпать муку. Еще же у меня вот здесь вот есть. От 200 грамм-то еще есть, осталось. И вымешивать. Тесто должно быть, ну, можно сказать, тугое. Плотное. Вот какое у меня тесто получилось. Еще мягенькое. Еще буду подсыпать муки. Поплотнее должно быть тесто, чтобы потом резать его можно было. Ну, вот у нас помощник пришел со школы. У нас сегодня дождливый день. Щечки румяные у кого, да? Холодно. Холодно на улице. Ну, вот, а я занимаюсь тестом. Домашнюю лапшу хочу сделать. Будешь кушать потом? Да, верно. Вот. Вот такое тесто я вымесила. Вот так. Поднимается, видите? Еще немножко муки осталось. Сейчас я дам тесту отдохнуть немножко. Вот так. Оп. Накрыла. И пусть немножко постоит. А потом еще раз подмешу. Вот сняла я вот эту мисочку сверху, а тесто немножко расслабилось. Видите? Теперь мне нужно его раскатать в круг толщиной примерно миллиметра три. Можно отделить напополам и раскатывать каждую часть отдельно. Отложим пока накроем, а эту будем раскатывать сейчас. Округлю снова. Сначала буду руками разминать. Если не очень поддается, можно еще подержать под чашечкой накрытой. Ну, у меня вроде все хорошо. Начинаю раскатывать от середины к краям до нужной толщины. Можно мукой немножечко присыпать. Кстати, из такого теста можно делать тоненькую лапшичку, паутинку для супчика. Можно шириной полосочки резать миллиметров по пять. Будет уже лапша именно. Можно из нее гнездо скрутить и высушить. Какие гнездо? Из лапши гнездо вот так скрутить. Как гнездо у птички. Потом их отваривают. Кушают макароны такие. Вот в Италии называют макароны пастой. Ты знаешь? Я знаю, я которую... Нет, макароны это не паста. Паста это такой бульон. Нет. Это паста, это вот именно из теста сделанные макароны. Паста называется. Ну, я так никогда не называю. Я называю своими именами. Вермишель, рожки, макароны. На. Первая лапша для тебя. Переворачиваю время от времени. Мукой вот так чуть-чуть. По ней. Повожу, повожу. Солененькая. Солененькая? Мама, пол чайной ложки соли здесь. Так, теперь откладываю этот блин в сторонку. Вот сюда. У тебя руки в муке. Вот сюда. И начинаю раскатывать второй кусочек теста. Снова округляю. Разминаю. Еще второй есть. Да. Тебе нравится смотреть видео наше? Ну, я мало смотрю. Мало смотришь? А чего? Это же для тебя больше. Для твоей жизни. Вот ты станешь взрослым. Включишь канал бабушки с дедушкой. И будешь нас вспоминать. Как мы тут что-то делали. И ты там маленький еще. Подросточек наш. Ты же у нас самый младший внучок. Вот. Раньше были альбомы с фотографиями. Но они и сейчас есть. Но уже не такой популярностью пользуются. А вот теперь вот видео. Семейные видео снимают люди. И память для своих потомков. А ты знаешь, что я хочу на Новый год? Нет. 200 коломастеров. Или 300. Ты хочешь рисовать? Угу. У нас Матвей ходит в рисовальную студию. Занимается рисованием. Я могу сейчас собачку нарисовать. Собачку нарисовать? Ну, у меня здесь нет с собой красок. Гуашь у меня где-то. А чем ты? Я просто. Карандашом? Ну, давай, попробуй. Только листик. Ну, сейчас найдем тебе листик. Сейчас отвлечемся и найдем ему листик. Вот два круга у меня готовые. Примерно одного размера. Одного диаметра. Вот. Вот такой толщины и тоненькие. Видите? Немножко полежат, чуть-чуть подсохнут. И потом я их буду резать. А Матвейка в это время будет рисовать собачку. Матвей у нас левша, поэтому он рисует левой рукой. Что ты рисуешь? Голову, что ли? Угу. Собачке. Я портрет буду рисовать. Портрет собачки? Ну, хорошо. Пусть собачку требула рисовать. Да? Угу. Глазки уже видны. Ну, в общем, пусть ребенок рисует, а я сейчас буду резать тесто. Лапшу. Так, чуть-чуть у меня тесто подсохло. Беру первый лист, который был первым. Разрезаю его на такие полосочки. Какой ширины хочу, чтобы лапша была, такие полосочки буду делать. Ну, пока половина сделаю. Друг на друга укладываю. Можно еще пополам разрезать. Покороче будут полоски. И начинаю резать. Толщина зависит от вашего настроения. Размер лапши. Если резать вот так ровно, они получаются ровными. Видите, полосочки ровные получаются. Одинаковые длины все. Вот. Если резать... Сейчас с другого края покажу. Если резать вот так под наклоном, на один уголок вот так. Меньше размером. Потом с другого уголка начинаете резать. Можно совсем тоненько резать. Будет как паутинка. Как вам нравится, так и режьте. Под углом, значит, будут покороче. Вот этот кусочек теста я изрезала. Вот такая лапшичка получается. Видите? Второй кусочек теста. То же самое можно повторять. Полосочки нарезать. Друг на друга наложить их. А потом можно вот такими квадратиками нарезать. И будет тесто, как для бешбармака. Квадратики такие получатся. Но мне сегодня в бешбармак не нужен. Мне сегодня нужна лапша. Ну что, нарисовал? Нет, а? И готова твоя собачка. Как мы ее назовем? Буль. Буль? Да, нам просто задали в классе, в школе, сделать типа что-то наподобие сказки на художке. В школе только. Я поняла, поняла. Ну. Придумать сказку. Да, я не успела лапшу порезать. Уже собачка у нас готова нарисована. Ну. Ну, и я не умела эту собачку рисовать. Ага. Ты нарисовал. И я нарисовала такую маленькую собачку. Еще назвала сказку «Собака-буль». И вот здесь закат нарисовала. Закат еще был. Я могу здесь и сейчас тоже закат нарисовать. Ну, у нас сейчас ни красками, ни карандашами цветными. Нет, я все равно. Просто это... Я нарисовать могу. Да? Ну, хорошо. Матвей нарисовал собачку. Кстати, она и выглядит характерной собачкой. Буль. Да. А я вот нарезала лапшу. Сейчас я быстренько сварю. Какая-то порода. Нет. Не узнала. Это у которой вот так вот висят. Бульдог. Да. Бульдог. У которой вот эти щечки... А, щеки висят. В общем, вот такую лапшу я нарезала. Если вам сегодня лапша такая не понадобится, можете оставлять ее смело на то, чтобы она высохла. А высохшую уже можно сыпать в контейнер там или в пакет, куда вам надо. Но я же хочу сегодня сварить маленькую кастрюльку супа куриного. У меня бульончик есть. Сейчас я сварю маленькую кастрюлю супа и накормлю Матвея, бабушку, Вячеслава. Ну и если мне останется... Я вообще-то планировала попозже варить, но сейчас маленькую кастрюльку сварю. Супчика куриного. Итак, у меня вот такая маленькая кастрюлька есть. Здесь уже у меня куриное мясо. Очень хорошо все. Добавляю лапшу сюда и сразу помешиваю. Матвей к нам не каждый день приходит со школы, поэтому я не знаю, когда он будет. Но вот пришел, я его лапшой накормлю. Хочется для внуков что-нибудь всегда вкусненькое приготовить, чтобы им это запомнилось. Густота супа зависит от моего настроения, какую хочу, такую я готовлю. Ну, вот так, думаю, что будет достаточно. Ждем, пока закипит. За это время приготовлю зелень с огорода. Это... Что? У нас на английском было написать... Надо было написать про... Гран... Гранма. Это бабушка. А, я учила немецкий язык. У нас было Гроссмутер, а у вас Гран... Гранма. Вот. Ну, и что? Ну, типа... Про бабушку написать. Большая и мама. Большая и мама, да. Вот. И там, где написал то, что... Я прихожу к тебе после школы иногда. Но иногда там как-то я по-другому написала. Ну, да, да, да. И она меня балует вкусняшками. Ты моя самая вкусняшка, самая вкусняшка. Как на английском. На английском сделал. Молодец. Запомним это. Запомним это. Ждем, пока закипит наш суп. И добавлю потом сюда зелень. Вот и суп готов. Ну вот, наш суп готов. Выключаю. Выключаю. Наливаю. Домашнюю лапшу, наверное, все любят. Такой аппетитный супчик. Сейчас сюда зелень положу. Вот такой суп у меня получился. Хочу сказать вам, что у нас все получилось. Смотри, где твоя собачка? Покажи еще раз. Собачка. Да, неси собачку. Но я не дорисовала. Ну, дорисуешь еще. Вот такая у нас лапша получилась. Очень аппетитная. Ароматная. Ложка у меня чистая. С куриным мясом. Вот. Это что? Это облака? Да. А, интересно как. В общем, хочу сказать, что готовьте со своими детками, внучатами, потому что с ними очень интересно. Они такие интересные вопросы могут задать. Даже которые вы и не ожидаете. Да? И это потом будет. Снимайте видео, кстати. Снимите для себя семейное видео. Семейное для себя. Никуда не выставляйте для себя. И посмотрите потом, как это будет интересно смотреть спустя некоторое время. Дети подрастут. Пошел дорисовывать. Давай. Внуки подрастут и будут с удовольствием смотреть, какие они сами были, какие у них бабушки, дедушки были. До новых встреч. Всего вам хорошего. Отличного настроения. Внуки подрастут. Продолжение следует...